Доброе утро, дорогие друзья! С вами мы, Евгения Монакова и Алексей Шевченко. Наше утро на Амурском областном. Надеемся, у вас такое же прекрасное настроение, как у нас, потому что перед нами открываются сегодня замечательные перспективы. Перспективы? Да, да. Вот в частности, можно посмотреть краснокнижных аистов, между прочим. А вот, оказывается, краснокнижные аисты стали возвращаться сюда, к нам, потому что потеплело, и можно видеть их обычную жизнь при помощи камеры, которая установлена на опоре. Реалити-шоу из жизни аистов. Представляешь? Ну, почему нет? Вы же смотрите на нас, Жене, посмотрите и на аистов. Дорогие друзья, о том, что еще интересного ждет вас в нашем выпуске, слушайте внимательно. Сегодня мы в рамках программы приготовим завтрак с бренд-шефом Хабаровского ресторанного холдинга. Полистаем странички истории и вспомним, как пожарные спасали пса в 2018 году. Узнаем о прохожих на улице, кем они мечтали стать в детстве. Покажем, какую красоту можно сделать из эпоксидной смолы. Поможем спланировать день вместе с редакционным астрологом. По традиции будет сегодня много котиков, тех, которых прислали на конкурс мартовский кот АУТВ. А еще узнаем, чем живут соседи-дальневосточники. Вот такой насыщенный эфир нас ждет сегодня, поэтому ни в коем случае не переключайтесь, потому что мы сейчас ненадолго прервемся. Чуть-чуть. Да. 10 минут новостной выпуск, смотрим внимательно, не переключаемся. А сейчас о памятных датах, которыми отметился этот день в истории. К примеру, ежегодно 19 марта в России празднуется День моряка-подводника. Дядь Ген с праздником. Вот так. Между прочим, профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил военно-морского флота Российской Федерации. Впервые в 1906 году по указу императора Николая II классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей. Подводные лодки. Это при том, что впервые подводные лодки начали свою активность в годы русско-японской войны. Тогда они еще не имели отдельной классификации. Вот такая вот интересная, интересность историческая. Алексей много знает про подводные лодки, как мы только что убедились. А я могу рассказать разве что про другую дату. Она мне как-то ближе и роднее. День клиента сегодня отмечается. Поэтому все абсолютно участники торговли, а у нас таких, скажем так, все, все население страны, все должны сегодня поздравлять своих клиентов. Как минимум, да, своих клиентов. А клиенты могут тоже как-то напомнить продавцам, что сегодня такой замечательный день, и их должны обслуживаться улыбкой. Между прочим, очень интересно, что именно российские предприниматели стояли у истоков этого праздника, а праздник очень молодой. Всего в 2010 году впервые такой произошел. Что еще интересного происходило, но уже в Амурской области в этот день, в разные годы, расскажет Оксана Холодова. В 2012-м Амурские приставы выдворили из России двух незаконных мигрантов, граждан КНР. В середине марта полицейские обнаружили их в селе Чуевка Тамбовского района. Граждане Поднебесной работали овощеводами в одной бригаде. Разрешения на это у них не было. Судебные приставы оштрафовали незаконных мигрантов на 2000 рублей, доставили их до пункта пропуска пограничного контроля Благовещенска и передали сотрудникам пограничного отряда ФСБ России. А в охотничьих угодьях при Амуре завершился авиаучет копытных животных. Специалисты обследовали места обитания лосей, изюбрий, косуль и кабанов. На вертолете Ми-8 охотоведы облетели большинство районов. В воздухе они провели около 31 часа, налетав более 4,5 тысяч километров. В 2015-м в Приамуре стали меньше болеть туберкулезом. Такие данные предоставили сотрудники Роспотребнадзора. Однако показатель заболеваемости превышал общероссийский на 54%. Больше всего туберкулезом болели в Константиновском, Белогорском, Свободненском и Ивановском районах. А вот детей с диагнозом туберкулез стало меньше. Пожарные Чигиринского поста в 2018-м спасли собаку. Пес попал в колодец и не мог оттуда выбраться. Животное заметила пожилая женщина. Она обратилась к спасателям, чтобы те помогли вытащить собаку из ямы. Специалисты спустились в колодец, обвязали ее веревкой и подняли наружу. Благовещенские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате Дальнего Востока по спортивной аэробике. Турнир проходил в Приморском крае и собрал 350 спортсменок. От Преамурья в город Артем отправились 8 гимнасток от 8 до 11 лет. Дети выступали индивидуально в трио и группой в 5 человек. И еще одна новость 2019-го. В аэропорту Благовещенска чаще выявляли поддельные билеты. Пассажиры о проблеме с документом в основном узнавали во время регистрации на рейс. Амурчане приобретали не билеты, а маршрутный лист. Сотрудники аэропорта советовали в таких случаях обратиться в полицию и приобретать билеты в проверенных авиационных кассах и на сайтах авиаперевозчиков. Женя, расскажи, пожалуйста, кем ты хотела стать в детстве? Тут все очень просто. Я с самого маленького возраста мечтала быть музыкантом, певицей, потому что вот как-то инструмент музыкальной фортепиано вошел в мою жизнь. Потом пение на сцене, но и в итоге несколько лет было этому отдано. То есть мечта в какой-то степени сбывалась. Реализовалась. Потом, да, в старших классах, видишь, в мою жизнь вошла телевидение, и так до сих пор и осталось. Ну, на радость многим на самом деле, потому что у Евгения огромная фан-база. Дорогие друзья, на самом деле это прекрасно иметь мечту, и даже если она не воплотится, как-то к ней приблизиться. Мы решили спросить у прохожих на улице, кем они хотели стать в детстве. Вот давайте на ответы и посмотрим. Я хотела танцевать, но не сложилось немного. Художником я мечтал стать в детстве, но папа сказал, что ничего не выйдет. И поэтому я работаю вахтами сейчас. Привет, папа. Библиотекарем. Ну, чтобы книг побольше читать. Машинистом. Электровозом. Отец, потому что. Машинист. Поэтому хотел стать. Прилетчиком. Наверное, стоматолог. Но я не знаю, почему. Если честно, доктором. А стала поваром. Архитектором, может, каким-либо. Я хотела быть врачом. Ну, не стала. Передумала за полгода до окончания школы. А я хотела быть криминалистом, но вот как-то не сложилось. Без понятия. Любила животных очень сильно. И все. Да юристом, как потец. Наверное, врачом хотелось-то. Ну, хотелось людям помогать, лечить людей. Конкурс «Мартовские коты». АОТВ продолжается. Набирает обороты, я бы сказала. Потому что у нас огромное количество котиков, кошечек в Инстаграм. И это все, безусловно, не просто так. Это благодаря вам, дорогие наши, вашей активности. И креативности, дорогие друзья. Чтобы немножечко вас обуздать, сдержать, мы просим вас, практически умоляем. Помоляем, помимо того, что присылаете фотографии, ставите правильные хэштеги. Пожалуйста, придумывайте какую-нибудь креативную, интересную подпись. Правильно, оценивать мы в итоге будем и фотографию, и подпись. Насколько они интересны, забавны. Ну, в общем, редакция выберет победителя несколько позже, 25 марта. Вы можете присылать в последний день свои снимки, 27-го. Мы уже подведем итоги конкурса, поэтому ждать осталось недолго. Совсем немного. Не забываем правильный хэштег «Мартовские коты АОТВ» в одно слово. Какую-нибудь креативную подпись. И смотрим. И вы уже в конкурсе. И, возможно, даже выиграете. А пока вы придумываете, как вы потратите сертификат подарочный, который вы уже практически получили, давайте посмотрим подборку фотографий, которые уже прислали к нам в редакцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие друзья, все, что вам нужно знать о погоде на ближайшее время, это то, что температуры днем будут плюсовые. Здорово? Очень здорово, на мой взгляд. А если не верите, ну что ж, внимательно смотрим прогноз погоды. Дорогие друзья, прямо сейчас вы выполняете очень много различных движений. Вы приседаете, вы перекладываете, перебрасываете, взбираетесь куда-то. Специалисты из науки и спорта совместили все эти движения в одну интересную систему. Они назвали это «Кроссфит». И сейчас мы подробнее поговорим об этом с человеком, который знает об этом очень много. Алексей Ильинченко у нас в гостях. Доброе вам утро. Доброе утро. Алексей является президентом Федерации функционального многоборья Амурской области. Алексей, Федерация функционального многоборья и Кроссфит. Это одно и то же? Да, это... Ну тут с какой стороны посмотреть. Если с точки зрения атлета, выступающего, да, спортсмена, то, в принципе, это одно и то же. Что в функциональном многоборье, что в Кроссфите, там, в принципе, концепция такая, что атлет должен быть готов к всему. Вообще к всему. Ну, да, то есть, концепция Кроссфита, она и подразумевает то, что объединение очень много видов спорта в одном. Тяжелая атлетика, легкая атлетика, циклические виды спорта, гребля, там, байк, все возможные, там, скакалки, гимнастика. Ой, как сейчас все это звучит. Уже устали, да? Я уже чувствую, что уже все. Но на самом деле Кроссфит, это только для спортсменов очень подготовленных или же нет? Да нет, ну почему? Вот у многих стереотип такой неправильный складывается о том, что, ну, глядя на экраны, да, какие там машины просто бегают. Да, посмотрите на экран. Да. Между парадом. Как они вот эти вот колеса перекидывают, как посмотришь и думаешь, ну нет, я точно так не смогу, я, кроссфит не мое, правда же? Да, но на самом деле на тренировках и в залах, ну, в так называемых кроссфитбоксах происходит несколько другое, то есть, есть даже такие отдельные классы для инвалидов, то есть, ну, даже инвалидом надо заниматься. Да, 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 то есть, ну, специальная система масштабирования и подбора упражнений, не исключая те группы мышц, которые необходимы в отработке данного движения, вот, позволяет, ну, заниматься людям даже с ограниченной возможностью. То есть, ваши слова, как минимум, выдают вас человека, который разбирается в вопросе, насколько тренер по кроссфиту должен понимать то, о чем вы говорите? Потому что кроссфит очень популярное направление, скажем так, и в каждом зале можно найти зону кроссфита, но насколько эта зона безопасна для людей? Вот в том-то и дело, что многие люди хайпуют, да, на этом, то, что, ну, действительно популярное движение и очень многие, ну, во всем мире очень много людей занимается кроссфитом. Многие хайпуют, да, там, фитнес-клубы какие-то локальные и, ну, там, необученных людей ставят для того, чтобы они тренировали других людей, да, и они приходят, вот, хочу заниматься кроссфитом, а, давай, ты еще бёрпи там или что-нибудь, ну, как зазвездит человек, потом думает, я крутой, наверное, да. Что на самом деле происходит, это надо понимать биомеханику, это надо понимать, разбираться, какие энергия, ну, процессы энергобеспечения в организме человека есть и что ты хочешь отработать вообще, в принципе, на данной тренировке. Либо ты хочешь отработать силу, либо ты хочешь отработать выносливость, а это уже, ну, как бы, забегая вперед, можно сказать о том, что нужно знать одноповторные максимумы какие-то человека в определенном упражнении, нужно знать процентовку от этих определенных, ну, максимальных повторений и количество подходов, количество повторов, количество отдыха. У каждого человека индивидуально? Ну, конечно, когда человек приходит, его надо первым делом протестировать, если мы хотим какое-то развитие ему дать в этом направлении, если мы хотим просто, ну, в качестве, ну, там, физкультуры, тут надо цель человека, да, для чего он приходит в зал, если ты, ну, видишь, что к тебе пришел новый человек, ты должен узнать, для чего сюда пришел. А какие цели обычно у людей? Абсолютно разное, ну, да, опять же, похудеть, там, меньше килограмм весит, и тут же возникает резонный вопрос, меньше килограмм весит, но когда человек приходит, начинает терять жир, у него добавляется мышечная масса, и в весе, ну, то есть вес сильно может не отразиться, да. Вот, девушки, внимание, это очень важный момент, потому что очень многие девушки хотят скинуть вес, действительно, Алексей правильно говорит, когда вы теряете жир, вы мышцы-то набираете, соответственно, вес и цифра на весах – это совсем не то, к чему вы должны стремиться. Да. Слышала еще о том, что мышцы действительно весят больше, чем жир, да, поэтому вот эта вот разница. Да, ну, грубо говоря, там, килограмм жира по объему такой, килограмм мяса такой, если ты набрал, даже визуально можно, но не видит, да, как человек, там, набрал сколько мышц, но он набрал это, и это все распределилось по объему тела, а в весе вы практически то же самое остались. Ну, вот вы важную тему до этого затронули о том, действительно, как определить, тренер – это стоящий или нет. То есть для начала, я так понимаю, хороший тренер должен тебя действительно протестировать, и на это уже можно обратить внимание, ориентироваться, да, что человек действительно подбирает программу конкретно под себя, правильно? Да, все верно. То есть первым, такой лакмусовая бумажка должно быть, да, для человека, который приходит на тренировки, это спрашивает ли тренер о ваших каких-то ограничениях, да, то есть были ли у вас травмы раньше, должен он на это внимание обратить, узнать рацион вашего дня, да, что вообще, как вы питаетесь, какой образ жизни вы ведете. То есть все вот эти моменты на первом занятии тренер должен уточнить и в дальнейшем это все, как бы, учитывать при построении тренировочного процесса. И при этом кроссфит интересен тем, что там групповые тренировки. Как можно уследить, например, за десятью, да, за десятью людьми, которые там прыгают на скакалке, переворачивают это колесо, как Женя сказала, или штангу тягают? Ну да, момент тот, что есть и индивидуальный подход, да, индивидуальные тренировки в залах, и групповые тренировки, вот. И там, и там есть плюсы и минусы. Если мы берем групповые тренировки, безусловным плюсом является то, что ты тренируешься в коллективе, то, что тебе другие люди не дают, ну, как бы, умыть, расслабиться. Мы вдвоем же не работаем. Ты смотришь, что, ну, человек тренируется, Паша, да, и это друг друга подстегивает, и, как бы, ну, вместе люди идут к прогрессу. Это да. Вот, это безусловный плюс. Ну, в этой ситуации, я так понимаю, где-то действительно тренер может не уследить, да? Тут момент в том, что еще, допустим, вот, ну, у нас в залах, у нас идет градация четкая, то есть CrossFit Lite, CrossFit Medium, CrossFit Hard. Если ты хочешь попасть, ну, то есть ты первое занятие, ты приходишь по расписанию в группу Lite, и там, соответственно, нагрузка варьируется на минимальное, там больше изучение техники идет. В общем, поняла вас, нагрузку наращиваем постепенно, да, тоже такая рекомендация. Алексей, вам спасибо огромное, жалко, что у нас не два часа эфира. Да, Алексей может об этом говорить бесконечно. Да, это точно, вам спасибо. Алексей, доброе вам утро и большое спасибо, доброе утро вам, дорогие друзья. Сейчас мы предлагаем вам небольшой 10-минутный комплекс, новостной выпуск. Смотрим внимательно, не переключаемся. У астрологов за пазухой всегда есть одна-две точные рекомендации, которые помогут сделать ваш день немножко лучше. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим гороскоп и узнаем, что ожидает нас сегодня. Увны. Сегодня стоит лишний раз промолчать, чтобы потом ни перед кем не оправдываться. Это помогает в коллективе, где лишних ушей масса. Тельцы. Вам захочется оградиться от проблем, чтобы начать счастливую и беззаботную жизнь. Но это только в сказке бывает, поэтому начинайте решать свои проблемы. И прекратите сваливать груз забот на тех, кто не обязан их тащить. Близнецы. Главное лекарство для вас сегодня – купюры. Прибыль повлияет на все – настроение, личную жизнь и даже здоровье. Но это только сегодня. Раки. Не стоит капитулировать, если работа покажется чересчур трудной. Тем более, что вам будут помогать и даже подкидывать нужную информацию. А вот в питании нужно сопротивляться. Особенно сладостям и копченостям. Львы. Не помешает совмещать работу, спорт и пешие прогулки. Но во всем знайте меру, иначе надорветесь. Во время шопинга сначала узнавайте цену, а уж потом бегите в кассу. Иначе выйдете из магазина с пустым кошельком. Девы. Если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше спросите совета. Не стесняйтесь. Вы ведь не ходячая энциклопедия. Работы будет много, поэтому будьте начеку. Весы. Вам ни на что не хватает времени. Выбирайте что-то одно, иначе обрастете неприятностями. Если вас агитируют на совместную работу, то сто раз подумайте, потом ответьте. Скорпионы. С головой зароетесь в мелочах, бумагах и личных воспоминаниях. Свежий воздух поможет отвлечься, поэтому погулять не мешает. БТВ и вопросы не решаются с наскока. Не отодвигайте их на задний план. Стрельцы. Профессиональные успехи будут напрямую зависеть от вашего упорства и наблюдательности. Этот день многое определит в судьбе. Будьте внимательнее. Козероги. Предстоит огромный объем работы, от которого не уйти. Да и не нужно, ведь вознаграждение будет приличным. Отдых поможет увидеть новые профессиональные горизонты. Водолей. Прежде чем подписывать какие-то бумаги, нужно сто раз их перечитать. Трудиться как пчелкам придется творческим людям. Даже если проект одобрили, его еще нужно притворить в жизнь. Рыбы. Сегодня вы нашли жертву, которой хочется поплакаться в жилетку. Правда, ненадолго. Вас выслушают, утрут слезы и оставят без ответа и привета. Вывод делайте сами, чтобы потом не оставаться в неловком положении. Дорогие друзья, в Приморье решили заняться важным и интересным делом и пересчитали медведей. Вот действительно, я не представляю, как они это делали, но тем не менее, согласно их подсчетам, у них живет около 100 белогрудых медведей и 55, ну, по крайней мере, не меньше 55 бурых медведей. Вот такая ситуация непростая. Непростая ситуация. Я надеюсь, что они очень далеко находились и медведей их не пересчитали. В общем, чем еще нас удивляли наши соседи, давайте посмотрим прямо сейчас. Необычный дальневосточный чемпионат состоялся во Владивостоке. Участники из Японии, Благовещенска, Хабаровска, Уссурийска, Барнаула и Владивостока на скорость собирали кубик Рубика. Это хобби называется спидкубинг. Соревновались в 15 дисциплинах, в числе которых сборка одной рукой с закрытыми глазами. В Якутии на территории Сунтарского улуса расселили партию лесных бизонов. Для новоселов из Северной Америки климат Якутии вполне подходит, уверяет Министерство экологии региона. Торжественное мероприятие посетили как должностные лица, так и местные жители. Увеличение ареала популяции бизонов привлечет туристов, ведь могучее животное не встретишь на обычной прогулке. Забайкальские добровольцы за одну ночь потушили три лесных пожара и два пала. Работали два отряда по пять человек. Для борьбы с огнем у пожарных было очень мало воды. Когда она закончилась, пришлось использовать то, что лежало под ногами – ветки деревьев. В Южно-Сахалинске прошло соревнование по художественной гимнастике среди девочек от 6 до 11 лет. Многие из них выступили на публике впервые. Юные спортсменки боролись за право участвовать во Всероссийской спартакиаде. Спасением утопающего занялся майор транспортной полиции из Хабаровска. Совершая утреннюю пробежку, майор услышал крики о помощи. В 100 метрах от берега под лед провалился 70-летний рыбак. Чтобы его спасти, мужчина воспользовался рыбацким приспособлением, найденным у берега. Пострадавшего невредимым доставили к родным. Дорогие друзья, вам не очень, наверное, слышно и чувствуется, да, и видно запахов, которые тут у нас кружат, ароматы. И мы тянуть не будем. В гостях у нас Роман Горячев, он у нас бренд-шеф ресторанного холдинга. И сейчас мы с ним поговорим о вкусной и здоровой пищеской ресуре. А самое главное, что мы с Романом приготовим вкусный и здоровый завтрак. Правильно? Доброе утро, Роман. Роман, приготовь это. Да, конечно, приготовим обязательно. Как же без этого? Я тут уже начал хулиганить, пока мы тут готовились. Вот так вот. Уже начал заготовочки делать. Да, напугал тут всех запахами. Сегодня у нас будет аморская индейка с гречей в соусе демигляс. Вот, естественно, мы все это украсим маленькими штучками, которые я привез с собой. Это зеленое масло. Вот. Ну и поставим такую красоту. Ой, боже мой, это... И сила. Вот, это вкусно. Чтобы вы не думали, что мы с Женей, естественно, бросимся, нам вряд ли это достанется. Но посмотрим с удовольствием. Нет, на самом деле вкусный и здоровый завтрак, Роман. Это вообще что в вашем представлении? Вкусный и здоровый завтрак. Ну, как минимум, это должно быть менее жирная пища. Так это очень усваивается, поскольку если люди придерживаются правильного питания, то здесь после завтрака идет перекус, а потом основной прием пищи. Поэтому индейка подходит лучше всего. Поэтому индейка это самый такой вариант, конечно. И готовится быстро. Роман приехал сюда на фестиваль «Открытая кухня». Роман, вы уже второй год подряд приезжаете к нам из Хабаровска для того, чтобы проводить свои мастер-классы. В этот раз, в прошлый раз была молекулярная кухня. В этот раз, смотрите, я немножко, ну, я люблю хулиганить. За счет этого вот и, собственно, поднимаются наши рестораны. Я уместил все в одном блюде. И традиционную дальневосточную еду, и какие-то примочки молекулярной кухни. И все это будет в понимании обычного человека, обычная нормальная еда. Традиционная дальневосточная еда это какая? Вот здесь вот очень долгий семинар, на который я вас приглашаю от нас ходить, потому что в двух словах это не объяснишь, потому что это слияние очень много культур. Наши соседи, которые здесь вот рядышком, потом это коренные жители, там. И все это от каждого... Помаленечку, и называется региональная кухня, да? Помаленечку, да, и получается региональная, потому что оно же как оно получается? Ниже коморра, одна кухня, чуть повыше поднимаешься, другая кухня, вот. Ну и, собственно, я вас приглашаю завтра прийти и послушать. Будет интересно, будет фотография. Послушать и покушать. Это тоже. Желательно, да. Роман, ну вот молекулярная кухня в прошлый раз действительно, она была у вас, скажем так, ведущей в ресторане. Сейчас вы говорите о том, что молекулярная кухня постепенно отходит. С чем это связано? Ну, с тенденциями связано. Мода меняется, меняется отношение к пище, вот. Но отходит она не полностью. Все-таки есть базовые элементы, которые сохраняются. Вот у нас с оливье, вот в морковной бумаге. Я помню, в прошлый раз вы приводили. Да, вот она у нас продается вообще просто на ура. Но это вот прям текстно молекулярная кухня. Мы берем морковь и из моркови делаем бумагу. Вот, это тоже один из эффектов. Потом мы начали играться с дегидратором. То есть это сушим продукты, делаем какие-то там пудры, присыпки, то есть усиливаем вкус. Я помню ваш попкорн из гречки в прошлый раз был. Да, вот это вот как раз и было. Я не помню, поэтому для меня это новое слово. Скажите, пожалуйста, почему в Благовещенске так широко не представлено молекулярная кухня? Это слишком сложно, это слишком дорого или в чем проблема? Ну, это не слишком сложно, это не слишком дорого. В каких-то даже элементах это дешевле, чем обычная кухня. Ей просто нужно заняться и научиться. Просто если я желаю, я приглашаю в себе ресторан, научим, покажем. Просто увидеть на мастер-классе – это один момент. А повторить все это, ну, это уже совсем другая история. Не так просто, да? Это оборудование, это знание, это знание продукта в первую очередь. Ну, и, собственно, сама техника. То есть этому нужно учиться. Тенденции на Дальнем Востоке сейчас какие? Что предпочитают клиенты? Что, может быть, интересного вносите в свое меню? В Дальний Восток. Все вот повально начали увлекаться Дальним Востоком. Вот я даже по ресторанам смотрю, вот у нас в городе, и кухня меняется по отношению к Дальнему Востоку. И, естественно, все это мешается с французскими, с итальянскими технологиями, на наш локальный продукт. То есть фактически это, наверное, завязано еще на том, что мы далеко находимся и продукты, которые здесь доступны, из них и нужно готовить, правильно? Да, да. Мы запустили буквально 4 месяца назад новый ресторан, вот, называется он «Тратория», и начали там производить собственные сыровялы. То есть у нас сейчас собственные солями, у нас сейчас качота там. То есть, ну, все, все вот эти вот сыровялы, которые возможны, мы их сейчас порабатываем. Ну, вот, и сейчас вот на тесте у нас кап повисит. Это будет вообще прям пушка, мы могут даже так сказать. Дорогие друзья, если вы уже собрались бежать в ресторан к Роману, к сожалению, он из Хабаровска, поэтому сначала бежим в кассу, берем билеты, потом в Хабаровск и к Роману. Вот так вот, непростой путь, да. Ну, вообще, кстати, какое качество сыровяленых продуктов? Мы привыкли, что лидерами все-таки выступают европейские страны, да, в этом. Вот у нас удается дойти до этого касса? Да, мы повторили, мы очень долго мучились, скажу так, очень долго испортили продуктов. Но, я скажу, мы сделали этот продукт, мы получили на него лицензию и полностью официально сейчас им торгуем. То есть, можно пойти и в ритейл его купить смело, так же, как и сервер. Тогда вопрос в ритейле благовещенской сети, можно ли найти вашу продукцию? Пока нет. Пока нет. Пока нет, но планы, конечно, планы амбициозные. Разрастаетесь постепенно, да, прирастаетесь в ресторан и производстве. Что там с нашим завтраком, легким? Вот какой легкий завтрак. Ну, скажем так, легкий он по отношению к мужскому полу, да, поскольку мы больше тратим энергии, сил. Ну, хотя в современном мире тут можно и поспорить. Ну, ладно, мне индейка, мне кажется, тоже не повредит. Я думаю, индейка вообще никому не повредит. То есть, это у нас просто гречка с шампиньонами, да, получается? Да, просто, да не просто. Вот, не просто. Вот, во всем, во всем нужно, вот если вы мне поможете, чуть-чуть. Давайте, без проблем, потому что все-таки горячо. Вот, просто да не просто. Принцип приготовления везде одинаковый. А вот что дальше происходит? Вот если вы обращали внимание, я добавил сюда немножко масла, взбил это все. И замешал замиглясом. Вот. Это вот с этим соусом как раз. Это с этим соусом, да, который делается двое суток. О, не так все просто. Завтраку нужно подходить основательно, готовиться к нему нужно. Не так все просто, да, я здесь с вами соглашусь. Вот. Естественно, это будет доменгляс еще. Сейчас полилом еще сверху соусом. Полилом обязательно, аппетитно должно быть. Ох, дорогие друзья, сила воли, как помните в той серии про яралаши. Это да. Действительно, не просто устоять перед таким завтраком, теперь украшаем все это. Да, и зелень. Ну, украшаем это с одной стороны, а с другой стороны это же тоже еда. И зеленое масло, обязательно, которое должно присутствовать. Зеленое масло с чем? Это зеленое масло из петрушки. То есть это вот о чем мы говорим. Обычно традиционная еда с элементами молекулярной кухни. Ну что ж, нас ждет действительно сегодня удивительный завтрак. Захотите повторить, приходите на мастер-класс Романа, он действительно многому научит. Роман, спасибо огромное за наше потрясающее такое зелено-гречневое, очень вкусное утро. Приезжайте к нам почаще. Ох, почаще, да. И желательно не в эфире. Ну что ж, да, это точно. А сейчас от красоты на столе мы перейдем к другой красоте. Да, дорогие друзья, мы перейдем к красоте, сделанной своими руками, так как жительница Благовещенская создает украшения из сухих цветов и эпоксидной смолы. А наш корреспондент рассмотрел ее работу. Смотрим дальше внимательно и не переключаемся. Идея создавать украшения из высушенных растений появилась у Екатерины благодаря социальным сетям. Правда, говорит, в большинстве изделий, которые она нашла на просторах интернета, использовались искусственные материалы, блестки и пайетки. Благовещенская мастерица решила, в своих работах сделает ставку на натуральность и простоту. Я увидела что-то подобное, может, не украшения, там, цветы в смоле. И в ту же секунду захотела делать что-то подобное. В тот же день заказала материалы. Но так как это было зимой, до цветов я ждала до весны. И прошлым летом начала всю эту деятельность. Первым сделала кулон с сухоцветами и мхом. Говорит, получилось практически сразу. Сначала отнеслась к новому увлечению несерьезно. Однако, чем больше изделий создавала, тем сильнее стало нравиться то, что делает. Первые украшения я носила, мама носила. Ой, некоторые первые до сих пор ношу. Они хотя и косячные, но очень ценные. На изготовление одного украшения уходит около пяти дней. Это не считая времени на сбор цветов и их засушивание, рассказывает мастерица. Говорит, работает всегда в перчатках. Иногда приходится использовать респиратор из-за специфичного запаха смолы. А самое сложное в процессе, уверена мастер, ждать пару дней, пока высохнет эпоксидная смола. Фурнитура уже прилеплена была на смолу к пленке. Здесь скотч на бумаге, чтобы с обратной стороны, когда получилось украшение гладким. На один раз залила растение, чтобы оно зафиксировалось и не всплыло потом. И сейчас заливаю окончательно. Хобби Екатерины поддерживают ее родственники. Иногда просят сделать украшения из цветов, которые привезли из отпусков. Например, вот этот красный цветок из Вьетнама. А эту гортензию привезла сестра девушки на память о Приморье. Отношусь с очень большим уважением и пониманием, поскольку работа тонкая, требует очень большого напряжения, очень душевного отношения, потому что я этого делать не умею, поэтому тем более я этим восхищаюсь. Сегодня украшения Екатерины пользуются спросом не только у близких и друзей, но и подписчиков в социальных сетях. Она даже отправляла работы в Москву, Владивосток и Хабаровск. В планах рукодельницы создать наборы, состоящие из фурнитуры, засушенных растений и эпоксидной смолы, чтобы девушки могли самостоятельно создавать индивидуальные украшения для себя. Анастасия Петраш, Нелли Козлова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Ну что, друзья, утро сегодня, не знаем, как у вас, а у нас точно удалось. Мы покушали, мы поговорили о спорте, мы посмотрели на всякие интересные штуки, даже гороскоп послушали. Ну, удивительно же, прекрасно. Точно, надеюсь, что сегодняшний день у вас будет не менее насыщенным, чем наше утро. Не забывайте включать нас каждый день, и вы будете вас радовать дальше. А сегодня с вами в студии работал Алексей Шевченко и Евгения Монакова. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин